Казахстан Государству по тарифу за несогласие с ОКОРДОЙ пытались опротестовать решение судьи. Я прошу обменить, во-первых, потому что меня не взяли на шествии, как утверждают, что там шла, кричала. Меня вообще там не было. Меня взяли у стены УВД, где я приехала поддержать ребят. Это во-первых. Во-вторых, на Амая Ленина я пошла в кино. У меня есть билет, но этот билет вообще никому не нужен. Я показывала билет, никто вообще не берет. Дельнас Инсенова вместе с Коногат Такеевой действительно были у памятника Абая 15 февраля. Дельнас пришла туда после встречи с Акимом Есимовым и рассказала собравшимся об очередных обещаниях градоначальника. В шествии к монументу независимости она не участвовала. А наказали ее, получается, авансом, чтобы в другой раз неповадно было. Прокурор, видимо, уже имеет иммунитет к таким делам. Его работа, как по отработанному сценарию, обвинять несогласных. Материал, который полностью не надо оказываться, так же. Такая дерьма. Он же не взял достаточно собранных доказательств. Какие доказательства? Вы не беревайте, пожалуйста. Не, ну, интересно, это касается меня, и почему он сидит тут и вообще билет все в наглое. Где доказательства? Сами, пожалуйста, не докупьтесь. Я тоже прошу предупредить за обман и ложь. Где ваши доказательства? Работа, как на конвейере. Ровно две минуты понадобилось судье, чтобы взвесить все «за» и «против», обдумать решение и вынести приговор. Так, поставленный суд от 15 февраля 2014 года. По отношению всем, где я ровно оставил без меня жалобизм. Вы таким же судом будете сами когда-то, несправедливым, осуждены все прокуроры, судьи, кто прислуживает этой власти. По такому же сценарию прошла и апелляция гражданского активиста Георгия Архангельского. До монумента независимости он 16 февраля все же дошел. Мирно, спокойно, не нарушая общественный порядок. Пожилого человека схватили силовики, затолкали в автобус и увезли в РОВД. Речь прокурора и судьи слово в слово, как и на предыдущем слушании. Решение, разумеется, такое же. У нас сегодня обратная связь на просьбору. Это говорит только об одном, что власть не желает слушать мнение народа. Власть не желает считаться с ним. Поэтому мы приняли впечатление, что в РИКе, чтобы озвучить то, что мы не согласны с тем, что нас опять опустили на самые огромные счеты. Сегодня же Георгию Архангельскому суд отказал в удовлетворении частной жалобы по делу об аресте имущества продюсерского центра «Ракурс». Напомню, 5 декабря в офис компании ворвались финансовые полицейские, изъяли всю документацию, забрали технику и ноутбуки сотрудников. Накануне годовщины кровавых событий в Жанаузене власть таким варварским способом попросту хотела парализовать работу журналистов. «Хотя у нас имелись резкие причины для того, чтобы подать жалобу днем позже, и имеются оправдательные документы, которые мы представили и в суд первой инстанции, и в суд второй инстанции. Однако суд ни с чем нужным учесть представленные наши доказательства. И нам было отказано в определении срока обжалования постановления Медеусского государства». Судиться с государством, которое деспотично в отношении своего же народа, равносильно борьбе с ветряными мельницами. Но люди не хотят сдаваться. Президент Республики Произвола Нурсултан Назарбаев откровенно лжет, называя Казахстан демократической страной. И кажется, во всем мире уже никто не верит в пламенные рулады вечного старца. Субтитры создавал DimaTorzok